ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И страшное питание, страшное питание. Где найти влитку сніг? Где у кого его запросить, попросить, попрохати? И кто в конце зимы его съедает и не дает возможности нам кататься на лыжах и сноуборде, будем говорить нашим гостям. Так, идеи Иксу Росполя в батлі змагаються идеи стосовно того, как подсадить молодець на активный способ жизни. Наш есть точно в теме, адже представляет уникальный проект. Андрей Волчинский, керівник проекту Пролицкий Клан. Это гирько-лижный комплекс с тренажерами, благодаря которым кататься на лыжах или сноуборде можно в любую очередь. Привет, Андрей! Андрей, привет! Здравствуйте, Александр! Открывай сразу карту, где взять снег летом? Он нам не нужен, чтобы кататься на лыжах или сноуборде. А я? Достаточно прийти к нам на тренажер горнолыжный. И можно научиться кататься, можно поддержать форму, просто получить массу удовольствия. Горнолыжный тренажер работает по принципу беговой дорожки. Дорожка крутится вверх, вы ставите под правильным углом лыжи или сноуборд и скользите. Смысл сводится к тому, что она 4 метра в высоту и 5 в ширину. В чем плюс? В том, что как новичок, так и продвинутый, скажем, лыжник получат там свой плюс. Рассказывай, сколько стоит себя попробовать на виртуальных лыжах? Если прийти и вы умеете кататься уже, это стоит 50, 60 и 70 гривен. В зависимости от того, в какой день недели придешь и во сколько времени. А если не умеешь, то нужно замовлять еще и тренера? Лучше взять первое занятие с тренером, так же, как и на снегу, чтобы понять принцип катания. Сколько стоит тренер? 120 гривен. Итак, дорогие киевляне, что вы все же больше предпочитаете? Сноуборд или лыжи? Как вы относитесь к тому, чтобы летом выходить на улицу с лыжами? Будет ли это нормально смотреться? Вопрос касательно сноуборда. Катаешься вообще на сноубордах? Даже хотелось, но и времени как бы нет. Мне это не нравится. Как-то не сложилось еще пока. Боюсь. Да. В основном катается моя пятая точка. Ты бы хотела кататься летом? Нет. Это дорого, в принципе. Летом, да. Конечно, ну не важно когда. Можно представлять, что это зима. Было бы классно. Приятно было наблюдать или созреть на квадратные глаза людей, у которых мы спрашивали, так что же летом-то происходит с лыжным-то курортом? Что вы любите? В общем, реально, все думали, что мы сумасшедшие. Хорошо. А есть специальные, может быть, тренинговые обучения для детей? Конечно. Знаете, я понял, что у нас такая разносторонняя аудитория, что нельзя кого-то выделить. Многие спортсмены приходят, говорят, вот это для спортсменов круто. А другие новички приходят, так здесь же безопаснее, чем на склоне научиться. Сначала можно здесь научиться. То есть аудитория от 4 лет, как я сказал, и до 60-70. Техника одна и та же, что на снегу, что на тренажере. Только есть одно «но». Снег прощает ошибки. Наша дорожка, наш тренажер не прощает их. Катание на лыжах заключается в том, чтобы управлять лыжами, так же, как и автомобилем. А что значит «не прощает ошибки»? В смысле, вот такая большая табличка «Game over» и «Стратик». Нет, нет, нет. Это такое «нет». Человек просто может завалиться, и инструктор включает дорожку. Мы сейчас берем лыжи в руки, ноги в ноги. Вам не нужны лыжи, приходите так, все выдадим. Дорога, мы сейчас продолжим спілкуваться, потому что очень много вопросов мы там набирали, которые касаются их координации рук на этих тренажерах. И, конечно же, как вообще достигнуть развития этой спортивной справки, ну и вообще, как могут смотивировать к спорту, правда же? Вот это «Пятница», «Шелена Пятница» на М1, «Лавика Шелена», «Кризи», «Містер Сані». И что, и стартап-шоу продолжается, но после клипов. Да!